В прошлом выпуске мы увидели, как 7 тысячелетий назад, с началом засухи в Саванине, простиравшейся на месте нынешней пустыни Сахара, часть ее жителей осела в долине Нила, начала возделывать ее благодатную почву, удобренную илом, и дала начало будущим египтянам. Как постепенно их потомки, от жизни в примитивных тростниковых хижинах, перешли к строительству первых городов, и вокруг этих городов возникли первые небольшие государства, так называемые Номы. Правили Номами цари, имевшие особые атрибуты власти, плетку и пастушеский жезл, прицепленный сзади хвост и на голове корону, на юге высокую белую хеджет, на севере плоскую красную дешерет. Эпоху эту, до появления первых династий фараонов, называют додинастической. А культуру додинастического Египта археологи называют культурой Накада или Нагада, по месту, где она была впервые изучена. Подразделяю ее на три стадии. Накада-1, Накада-2 и Накада-3. В этом выпуске у нас пойдет речь о величайшей изо всех тайн и загадок Древнего Египта. Загадки того, как же все-таки конкретно образовалось первое в мире централизованное государство. Мы знаем об этом и много, и мало одновременно. Фактов учеными накоплено много, но факты отрывочны и не складываются в пазл. Так, чтобы сказать, был вот так и никак иначе. Поэтому для того, чтобы как-то объяснить эти факты, ученым приходится строить рискованные гипотезы, часто противоречащие одна другой. Но сначала давайте разберемся, откуда мы вообще знаем про первых египетских фараонов. Египетские жрецы вели хроники, в которые записывали основные события каждого года царствования фараона, и даже высоту разлива Нила в этот год. До нас дошли отрывки из этих хроник, высеченные на камнях, либо переписанные на папирусе, но в сильно поврежденном виде. К счастью для египтологов, существовал еще жрец Манифон, которого можно считать отцом египетской истории. Манифон был жрецом бога солнца Ра в Гелиополе, на месте нынешнего Каира, и, безусловно, самым ученым жрецом Египта. Он родился около 300 года до нашей эры. То есть от нашего времени его отделяют 2300 лет, и ровно такое же расстояние отделяло Манифона от фараонов, строивших великие пирамиды. Жил он уже при власти греков, при царе Птолемее I, бывшем полководце Александра Македонского, и его сыне Птолемее II. Поэтому он получил прекрасное греческое образование, и нам известно, что он написал по-гречески очерк по физике и книгу против историка Геродота. Манифона возмутило, что Геродот под видом истории Египта пересказывает какие-то байки, услышанные на египетских базарах. И Манифон решил написать для греков доподлинную историю своей великой страны. Сказано, сделано. Манифон собрал все доступные ему жреческие хроники и засел за свой труд, который назвал попросту Египтика, про Египет. Всех фараонов, царствовавших на протяжении двух с половиной тысяч лет, Манифон разделил на 30 династий, а эти династии свел в три больших периода, которые назвал царствами. Древнее царство, Среднее царство и Новое царство. Эта схема оказалась настолько удачна, что ученые пользуются ею до сих пор. Только они еще выделили две первые династии в раннее царство, а последние в потнее. К величайшему несчастью труд Манифона до нас тоже не дошел. Но даже то, что дошло в пересказах и изложениях у других греческих и римских авторов, служит для ученых совершенно незаменимой путеводной нитью. Первым египетским фараоном Манифон, как и Геродот, и другие писатели той эпохи, называет Менеса. Из-за всего, что пишут они, мы видим, что рассказывали о своем первом фараоне египтяне спустя три тысячи лет. Менес был первый человек, правивший Египтом. До него Египтом правили боги и полубоги. На границе верхнего и нижнего Египта, близ нынешнего Каира, он построил огромную десятиметровую дамбу и на осушенной ею земле возвих город Мемфис, новую столицу Египта. Второе название Мемфиса было Белые стены. По цвету его известняковых стен. Еще Менес первым завел моду покрывать ложа и столы дорогими тканями и покрывалами и научил египтян роскошному и утонченному образу жизни, тогда как до него египтяне жили сурово и непритязательно. Менес царствовал 62 года и в глубокой старости погиб на охоте от ран, нанесенных гиппопотамом. Тут надо сказать пару слов о том, что египтяне называли стрельбой в гиппопотама. Симпатичных бегемотиков египтяне ненавидели, потому что бегемоты стадами делали набеги на их поля, выдаптывали и пожирали их. Потому гиппопотам считался символом зла и хаоса. И время от времени фараон торжественно выезжал на середину реки и поражал гиппопотама острогой. Это была победа порядка и правды над хаосом и бесчинством. Это было такое выдающееся событие, что по нему даже называли год в жреческих хрониках. Увы, на этот раз хаос сумел нанести ответный удар. А что же было до Мениса? И как вообще образовалось государство в Египте? Увы, на этот счет Манифон не мог сообщить ничего определенного. Ведь это произошло во тьме времен, когда жрецы еще не составляли хроник. Поэтому Манифон и сообщает, что до Мениса Египтом на протяжении 12 тысяч лет правили боги и полубоги. Понятное дело, что современных ученых эта версия удовлетворила никак не могла. Открытие мира додинастического Египта состоялось в самом конце 19 века и совершил его английский археолог Флиндерс Питри. В 1894 году Питри прибыл в окрестности города Нагада на юге Египта. Питри было известно, что местные крестьяне раскопали несколько могил с неизвестным до того времени типом керамики красное с черным верхом. Видимо, очень древний. За пять месяцев работ Питри сумел раскопать огромное количество древних захоронений. Так была открыта додинастическая культура Нагада. Но вещи в захоронениях были не одинаковые. Их явно делали в течение многих веков. И возникал вопрос, какие из этих захоронений были сделаны раньше, а какие позже. Сравнивая сосуды из разных могил, Питри разбил их на серии и проследил, как изменялась и эволюционировала додинастическая керамика. Загадка была разрешена. Через год в тех же местах появился французский ученый Анилино. Он занялся раскопками близ древнего города Абидас в местности, которая у жителей носила название Ум-Эль-Кааб Мать горшков из-за миллионов устилающих ее черепков. Древние авторы писали, что в Абидасе находилась гробница умершего и воскресшего бога Осириса. И к этой гробнице на протяжении тысячелетий направлялись паломники со всего Египта, неся горшки. Отсюда и груды черепков. Амелино нашел и раскопал эту гробницу, а в ней он нашел гранитное изображение Осириса на погребальных носилках. Питри, однако, пришел в ужас, когда узнал, как Амелино ведет раскопки. Он просто старался выкопать ценные вещи, даже не зарисовывая их положение, а все, что казалось ему неинтересным или что он не мог увести, уничтожал. Старательный и аккуратный Питри был ему полной противоположностью. Он всегда был уверен, что археолог должен снимать землю дюйм за дюймом и фиксировать любую мелочь, чтобы в точности восстановить картину древней жизни. Как только Амелино уехал, Питри явился в гробницу Осириса и сам стал ее исследовать и просеивать от вала земли, оставшиеся после Амелино. Он нашел множество мелких вещей и черепков с надписями, незамеченных рабочими Амелино, и даже целую руку бумии с четырьмя драгоценными браслетами, запрятанную в расщелину между камнями. Древние грабители отломали ее, чтобы снять браслеты в спокойной обстановке, но, видимо, их вспугнула стража. Судя по тому, что грабители так и не забрали руку, они были пойманы на их несчастье и на счастье Питри. Из надписей Питри выяснил, что гробница эта принадлежала третьему фараону объединенного Египта по имени Джер, то есть Хватающий. Спустя много веков после Джера египтяне почему-то сочли его давно разграбленную гробницу могилой Осириса и стали почитать как святыню. В итоге выяснилось, что под Абидасом было кладбище правителей Тимиса, таинственного и так и неразысканного города, который находился на противоположном берегу Нила, из которого происходили фараоны первых двух манифоновских династий. При этом самые ранние цари, похороненные в Абидасе, жили еще до начала первой династии, и Питри назвал их нулевой династией. В то же самое время ученик Питри Кьюбел начал раскопки чуть южнее Абидаса и Нагады в древнеегипетском городе Непхет, по-гречески Иеракунполь. Иеракунполем, то есть городом сокола, греки его называли потому, что в нем почитали воинственного бога Гора с головой сокола. И тут археологов ждали сенсационные открытия, которые перевернули все прежние представления о египетской истории. Оказалось, что Иеракунполь задолго до правления Менеса был огромным по тем временам городом. Он тянулся вдоль Нила на 5 километров и насчитывал чуть ли не 10 тысяч жителей. Цари Иеракунполя устраивали себе роскошные по тем временам гробницы. Один даже додумался украсить росписями ее стены, изобразив на них сцены плавания ладей, охоты и битв. Они были настолько богаты, что завели себе огромный зверинец священных животных слонов, бабуинов, диких кошек, крокодилов, гиппопотамов, которых после смерти с почестями хоронили на особом отделе кладбища. Дикий зубр был похоронен как большой вельможа. Он был покрыт в могиле циновкой и снабжен глиняной посудой и глиняной фигуркой человека, который должен был обслуживать его в загробной жизни. Слона похоронили на тростниковой циновке и покрыли льняной тканью. В центре Иераконполя возвышался храм Сокола Гора, построенный, правда, всего лишь из циновок, накинутых на столбы и обнесенной стеной из сердцового кирпича. Именно на месте этого храма Кьюбел и сделал самые сенсационные находки. Это были две каменные булавы и каменная косметическая палетка. Первая булава изображала древнейшего царя в белой короне Верхнего Египта. Он стоит с мотыгой в руке и готовится мотыжить землю. Видимо, это ритуал проведения первой борозды, который сопутствовал любым начинанием вроде, например, Рытья Канала. Изображение Скорпиона сообщает нам имя этого царя нулевой династии. Скорпион. Как точно звучало оно по-египетски сказать трудно, потому что для обозначения Скорпиона было несколько слов. Точнее говоря, Гор Скорпион. Это царское, так называемое Горово имя, которое царь принимал, вступая на престол в качестве воплощения Гора. Цари Иераконполя и Тимиса вообще любили нарекать себя именами какого-нибудь опасного животного и звались Гор Бык, Гор Слон, Гор Крокодил, а Скорпионов было целых два. Первый правил в Тиннисе лет за сто, сто пятьдесят до этого, второго, и на кладбище Абидаса недавно была найдена его могила. Впоследствии надписи с именем Скорпиона Второго были обнаружены по всему Верхнему Египту до самого Каира, то есть выяснилось, что он был могущественным царем, правившим всем Верхним Египтом, а пожалуй, частью Дельты. Более того, Скорпион, как и его предшественник Слон, ходил походом на юг в богатую золотом Нубию, доходил до второго порога и оставил там на скале рисунки в честь своих побед. Но вот была ли его столица в Тимисе или в Иераконполе, мы не знаем. Его предполагаемые могилы с дощечками, содержащими его имя, найдены и там, и там. И обе могилы были, как полагается, разграблены еще в древности. Мы бы могли предположить, что одна из гробниц настоящая, а другая ложная, символическая, если бы нашли в одной из гробниц мумию. Но древние гробители гробниц имели одну неприятную для археологов особенность. Они же не только ценности брали, они еще и мумию стремились уничтожить, чтобы не догнало и не отомстило. Так что вопрос о том, где же была столица могущественного скорпиона второго, еще одна загадка до династической истории Египта. Итак, благодаря археологам выяснилось, что в период Нагада-3 в Южном Египте образовалось несколько крупных царств. Собственно, Нагада, по-египетски называвшаяся Нубт, Тинис к северу от нее и Иеракон поль к югу. Нагада первой сошла с дистанцией. Ее захоронения сильно уступают соседям по богатству. Она, очевидно, была покорена, а ее бог Сет с ослиной головой остался для египтян богом-неудачником, которого постоянно побивает победоносный Иераконпольский гор. Как развивались отношения между Тинисом и Иераконполем – величайшая загадка. Первая династия фараонов была из Тиниса. Это говорит Манифон и подтверждает археология. Но в то же время они почитали Иераконпольского гора и считали его своим покровителем. Одни ученые считают, что тинисские владыки завоевали Иераконполь и видят следы этого в захоронении под Иераконполем множество мужчин с пробитыми каменными булавами головами. Другие же считают, что именно Иераконполь стал первой столицей Верхнеегипетского царства, а к тинистам власть перешла мирно, например, потому, что у Иераконпольского царя не осталось наследников мужчин. В Нижнем Египте в это время было свое царство, цари которого носили красную корону, со столицей в городе Путо, или по-египетски Пер-Уаджит, дом Уаджит. Уаджит покровительница Пута, богиня Кобра, отвращающая все злое. По этой причине ее изображение цари Дельты помещали на свою корону. Увы, отвратить покорение Дельты армии южного царя она не сумела. Именно этому событию, покорению Дельты и объединению Египта, и посвящена самая знаменитая находка Кьюбелла в храме Иераконполя. Вообще-то это палетка для растирания косметики, но несомненно, что она сделана не для бытового употребления, а как парадный торжественный предмет, и поднесена гору богу-покровителю царя. Сам царь изображен в центре, поражающим булавой поверженного врага. Наверху надписано имя царя, которое состоит из изображения острого резца Нар, и рыбы Сама Мер, то есть Нар Мер, жалящий в смысле свирепый Сом. Сом вообще рыба опасная, крупный Сом может утащить человека под воду съесть. Имя заключено в сериях, условное изображение царского дворца, в котором тогда обязательно писали имена царей, и наверху обычно рисовали горы. Рядом с Нар Мером его приближен на вельможа, он несет царские сандалии. Гор держит на веревке побежденный Нижний Египет, символизируемый пучком папирусов. Полагают, что шесть тростинок обозначают шесть тысяч пленников. Под ногами победителя не то убитые, не то беглецы, в панике потерявшие даже набедренные повязки. На другой стороне Нар Мер, уже в красной короне Нижнего Египта, удовлетворенно озирает тела убитых, причем отрубленные головы аккуратно сложны к их ногам. В те суровые времена считалось, что победа будет неполной, если не надругаться над побежденным врагом, живым или мертвым. Ниже два змеи парда, фантастические леопарды с измененными шеями. Углубление между их шеями и должно служить для растирания косметики. Булава, которой Нар Мер крушил головы врагам, тоже была найдена к юбилам в храме Гора. На ней изображен сам Нар Мер в Нижнеегипетской короне, сидящий на троне под Балдахином во время какой-то праздничной церемонии. Надпись внизу сообщает о его подвиге. Он захватил 120 тысяч пленников, 400 тысяч быков и миллион 420 тысяч коз. И так, где-то около 3100-3150 года до нашей эры Египет был объединен великим царем Нар Мером, ставшим первым фараоном. Теперь под властью Нар Мера оказалось все население долины Нила, чуть ли не миллион человек, жившие на протяжении тысяч километров. Дело неслыханное в тогдашнем мире. Нар Мер вообще был великий воин и простирал свое могущество не только на Нубию, как его предшественник Скорпион, но, видимо, и на Ханаан, нынешний Израиль. Там было найдено 20 предметов с серехом Нар Мера. Этот первый великий правитель в человеческой истории был похоронен в Абедосе, и его гробницу раскопал Питри, но, к сожалению, он не догадался, что это гробница знаменитого фараона. Это выяснилось лишь после его смерти. Зато Питри нашел И хотя мы совершенно не уверены, что эта голова какого-то раннего фараона изображает именно Нар Мера, Питри счел, что она похожа на портрет Нар Мера на палетке, и с его легкой руки она и зовется портретом Нар Мера. Многие ученые полагают, что именно Нар Мер и был тем полулегендарным Менисом, которого египтяне считали своим первым фараоном. Дело в том, что первых фараонов мы знаем только по их царским горовым именам, которыми они величались в своих надписях, тогда как в царских списках жрецы использовали их личные имена, те самые, которые по обычаю давала ребенку каждая египетская мать, как только ей подносили новорожденного. Египетское Мени, то есть постоянный, и было именно таким личным именем первого фараона. Однако, как всегда в ранней истории Египта, все совсем неоднозначно. Еще больше ученых считает, что Мени было именем не Нармира, а его сына и наследника, который принял грозное имя Гор-Аха, то есть гор-боец, хотя особыми подвигами и не прославился. Дело в том, что именно при сыне Нармира был заведен обычай называть каждый год по какому-то выдающемуся событию, обычно торжественному празднику, военному походу или изготовлению большой статуи бога. Списки таких годов событий с прибавлением данных о высоте разлива Нила и составили жреческие летописи. Таким образом, Гор-Аха оказался для египтян первым летописным фараоном, с которого и начиналась связная история. Сыном Гора-Аха, третьим фараоном объединенного Египта, был Джер, то есть Гор-Хват, тот самый, гробницу которого потом принимали за гробницу Осириса. Но подробно мы поговорим об этих фараонах уже в следующем выпуске.